Так называемые письма счастья с информацией о пенсионных накоплениях Пенсионный фонд рассылал населению на протяжении 10 лет. Это была самая масштабная рассылка индивидуальных писем в мире. За все время существования такой услуги только в Тверской области было разослано 8 миллионов извещений. То есть из этого извещения гражданин мог узнать, сколько поступило страховых взносов за прошедший год, а также за весь период, сколько средств у него на накопительной части, сколько средств поступило по программе государственного финансирования пенсии, а также сколько поступило, какой доход поступил от инвестирования накопительной части пенсии. Стоит отметить, что часть из тех, кто получал письма счастья, даже не вскрывали конверты. Другие же, наоборот, с интересом контролировали свои пенсионные накопления. Но с 2013 года рассылка информационных извещений о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования отменена, вступившим в силу федеральным законом. При этом, как отмечают в пенсионном фонде, право гражданина на получение информации никто не отменял. Есть несколько способов получить сведения о состоянии персонального лицевого счета. Гражданин имеет право обратиться в территорий органы пенсионного фонда России за выпиской индивидуального лицевого счета. Далее, гражданин может обратиться в органы пенсионного фонда по почте, сделать заявку письменную, и орган пенсионного фонда точно так же письменно ответит ему. Гражданин имеет право обратиться к страхователю. Застрахованное лицо имеет возможность получить информацию в состоянии лицевого счета через единый государственный портал пенсионного фонда с Сбербанком. Существует соглашение, в соответствии с которым Сбербанк информирует граждан об его дальних лицевых счетах. Сейчас, как отмечает Евгений Шамакин, самым популярным способом получения информации у жителей области является личное посещение органов пенсионного фонда. Но уведение же направлено на оптимизацию расходов. Государству рассылка писем обходилась в 3 миллиарда рублей ежегодно. Есть еще одно веское обоснование принятого решения. Письма счастья были хорошим поводом для утечки личной информации. Письма извещения были заказными и в соответствии с условиями письма должны доставляться личным гражданину под роспись, в руки ему вручаться. Я не знаю, смогут кто-нибудь сказать гражданам, что он именно так и получал. Зачастую эти письма оказывались, как правило, в почтовых ящиках, а то и за пределами почтового ящика. А это нарушение конференциальности. Принято и новшество палка о двух концах. С одной стороны защита личной информации, с другой невозможность самому к ней подобраться. Ведь пенсионная реформа работает и в деревнях. А там-то точно, в отличие от жителей Твери, мало у кого есть доступ к интернету. Да и чтобы добраться до ближайшего территориального отделения ПФР, сельским жителям придется ехать, по крайней мере, в районный центр. Иногда это путь не близкий. У тверетян же к отмене писем счастья отношения разнятся. Третий год ничего не получается. А как считаете, необходимы они вообще? Да, конечно. Я должен знать, куда свой пенсионный фонд. Мои средства вкладываю и на старую-старую жизнь, если доживем, чтобы впечатления эти были. Необходимы они, как считаете? Ну, наверное, да. Вот их сейчас хотят отменить. Как к этому относятся? А, ну только на электронку хотят присылать. Вполне удобно. Получаю иногда, да. Получаю. Необходимы они? Думаю, что нет. Елена Михайлова, Илья Чечен, РЕН-ТВ Пилот.